Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Раннее-раннее утро, опять 6 часов утра, пока на улице тихо, пока Москва не проснулась, я приглашаю вас в свою небольшую мастерскую. И сегодня по плану у нас рукав для туники-платья Гольф Стрим. Итак, мои хорошие, покажу я вам, что у меня уже получилось, и потом сначала расскажу, как это все вывязывалось, и покажу некоторые тонкости и нюансы. Итак, туника у нас будет вся без швов, потому что вот то красивое соединение мережкой, которое я показывала в прошлом видео, я не могу назвать швом. В общем, все получается как нельзя лучше, и я разложила свою тунику, чтобы вам было максимально понятно, что и откуда вообще берется. Итак, давайте посмотрим. Вот он наш вырез горловины. Не важно, что это спинка или перед, они практически одинаковые. Единственное, в одной части у меня вырез горловины начинается вместе с проймой рукава, то есть здесь вот небольшой подрез и начинался вырез горловины. Вторую часть я сделала на разных уровнях, то есть подрез у меня ниже для проймы рукава, а пройма горловины стала немножко выше. То есть на раппорт узора вверх вот этих веерочков я подняла в одной части вырез V-образной горловины. Что я делала дальше? Вот сейчас развернусь максимально. Вот он наш рукав, так скажем, начало. Вот здесь я присоединилась ниточкой и стала вязать, вот вы видите, это было вот так. То есть вот она, эти наши, так скажем, начало рукава, да. Потом мы развернулись вот в эту сторону и я вот здесь вот стала цепляться крючком. Это я вам все покажу столбиками с одним накидом. Сколько столбиков, как я цеплялась, это я вам все расскажу и покажу. В итоге у меня получилось, что... Сейчас вот одну уберу, чтобы было понятнее. Вторую рукав я тоже, вторую половину рукава стала вязать. Короче, рукав у нас будет состоять из двух частей. И соединяться нашим вот этим красивейшим швом. Сверху вот здесь вот это будет мережка идти соединений. И снизу. То есть у нас будет вот такое красивое соединение, как мы соединяли бока. Вот пойдет вот сюда эта мережка. И в верхней части, вот где плечо, будет тоже соединяться вторая часть мережкой. Это я вам потом все покажу. Но сначала нам нужно, конечно же, вывязать эти наши две части. Вот я начала, значит, набрала петли вот здесь вот сбоку. У меня получилось 64-65 петель. То есть на два рапорта узора. Вот они. Узор занимает 21 петля. То есть 21 и 21. 22 и вот здесь вот в начале рукава, то есть это вот область подмышки получается, там где подрезы. Вот они. У меня здесь получилось 23 петли. 23 столбика с одним накидом. Что я делала дальше? Первый раз я просто провязала без сужения. А уже во втором ряду, вот у меня здесь стоит маркер, я стала сужать вот от линии подмышки. Наш рукав, как вы видите, пошел на сужение. То есть вот эта часть, где столбики без, вернее, столбики с накидом, это у нас похожий элемент, который присутствует в тунике, гольф, стрим, вот по центру. Уже не буду вертеть. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И таким образом у нас все-все стало гармонировать в этой тунике. И вот на этих изначально 64 петли получилось, да, я стала вязать просто вот этот ажурный узор. И с одной стороны, сужая, наш рукавчик пошел на сужение. Как я сужала? Первое сужение, так скажем, уменьшение я сделала вот буквально во втором ряду. А дальше у меня с одной стороны вот эти уменьшения получились в каждом четвертом. Вот здесь можно это проследить. То есть раз, два, три. В четвертом ряду. Ну, я можно провязывать две петли вместе, а я просто не довязывала столбик. У меня вот такое сужение получилось. Вы делайте так, как вам удобно. Опять вяжем, вяжем три ряда. В четвертом ряду я не довязывала один столбик. Можно провязать два столбика вместе. И таким образом у нас получилась первая часть рукава. Я начинала. Вот еще один важный момент. Чтобы у нас одинаковые части рукава получились. Сейчас переключусь. Вот, смотрите, вот они эти. Это один рукав из двух частей, который будет дальше, пойдет вот соединение. Это у нас сбоку мережка. Такое же соединение пойдет снизу рукава. И вот здесь вот сверху в области плеча. То есть эти две части соединятся таким вот, опять же, красивым швом. Я его назвала соединение мережкой. Итак, первый рукав я начинала вязать вот отсюда. Из этой точки набрала вот эти столбики с одним накидом. Количество я уже сказала. И стала вывязывать рукав, сужая вот в этом месте. Вторую часть рукава я не отсюда начала вязать, чтобы у нас вот эти вот ажурные части получились одинаковые. Как вы видите, веерочки идут. Сначала вот лицевой веерочек, потом вот он как бы изнаночный. Лицевой, изнаночный. То есть они как бы отличаются и чередуются. Так вот, чтобы у нас все было одинаково, и одна, и вторая часть, чтобы веерочки, если здесь он начинался с лицевого веерочка, чтобы и здесь он начинался с лицевого веерочка, вот эти, чтобы все повороты совпали, второй рукав вернее вторую часть рукава я начинала вязать вот отсюда то есть с линии плеча стала набирать вот эти вот столбики с одним накидом и вот с этой точки думаю понятно 1 1 часть отсюда начиналась вторая часть отсюда начиналась чтобы у нас получились одинаковые рукава они получилось так что здесь лицевой веерочек а здесь изнаночный в принципе возможно это было бы и незаметно но нужно делать все правильно и красиво и таким же способом я вывезла 2 руку вторую часть рукава что я делала дальше сейчас опять положу чтобы было все понятно вот смотрите левая часть у нас уже практически с рукавом мне там в одной части нужно один раппорт провязать их у меня кстати будет 7 вот таких рапортов наших веерочков по рукаву и 2 вот этот этот рукав нам еще предстоит связать начнем мы вязать его с вами вместе я покажу как я набирала эти столбики что я делала дальше когда длина рукава меня устроила вы конечно же примерите на себя посмотрите какая длина вам нужно повторюсь у меня вот здесь вот 7 раппортов вот этих веерочка вот 1 2 3 4 5 6 7 ну сколько здесь спущенное плечо ну мне понравилась вот такая длина рукава все длина у нас есть дальше я распустила все же вот не предусмотришь вот эти три ряда помните мы обвязывали в области плеча их пришлось распустить почему потому что поскольку у нас здесь будет соединение мережкой вот в этой области да я это распустила и чтобы все обвязать но как бы у нас не было вот здесь вот соединение то есть вот эти три рядочка я распустила сейчас я настрою камеру мы с вами распустим вы поймете для чего и потом когда распустила все вот эту вот это у нас линия плеча получается да вот она я стала обвязывать столбиками с одним накидом крючком 175 и пошла уже обвязывать мы же вязали вот так вот рука да а теперь обвязка у нас сбоку пошла вот здесь вот я цеплялась вот и в этих в этой области сбоку двумя столбиками под наши вот эти арочки вот здесь то есть здесь у нас вот идут столбики здесь я не делала столбики потому что я знала что у меня будет здесь обвязкой и не они были не нужны вот я прошлась то есть получается от линии плеча вот так вот да и пошла пошла обвязывать рукав чтобы у меня вот здесь получилась сплошная сплошная линия да еще для чего я это сделала во первое для этого красивого шва которым потом вторая часть будет присоединяться рукава с одной стороны в области плеча и в области подмышки от начиная от подмышки да и когда у нас получится вот такая мережка с двух сторон нашего рукава мы можем спокойно в эти дырочки возможно связать нитью контрастного цвета не такой ниточка я вот предполагаю что я возьму ниточку чтобы гармонировала с нашей шляпой из рафии вы вот эту вот бирюзовую ниточку вернее светло-голубой это бирюзовая вот эту вот возьму она отличается вот она здесь тоже присутствует возможно из этого я тоже сделаю красивый ремешок вот вот такая ниточка свежу жгутики вот такие как вязать это вот гибкий шнур тоненькая-тоненькая ниточка петелька по-моему называется сейчас ее не выпускают троицкая фабрика и потом этот жгутик продевая вот в в эту мережку это у нас шов получается и он у нас будет идти по рукаву мы проденем туда мережку и у нас получится точно туника трансформер то есть мы можем вот здесь вот собирать в области плеча во первых можем собрать можем собрать рукавчик то есть рукавчик мы можем делать как длинным до подлиннее также можем делать и покороче в общем это моя такая задумка думаю что должно получиться очень красиво возможно на кончиках вот вот этих жгутиков можно сделать такие небольшие кисточки которые будут вот здесь вот на бантик завязываться сейчас кстати очень модные кисточки бахрома если как бы надоело все это вытащили можно кстати менять цвета вот это имею этого жгутика который как шнурочек будет как бы можно вытащить и опять другой паль на другой цвет поменять можно на белый в общем красивенная должна получиться вещь думаю что будет очень красиво потом мы же еще будем горловину обвязывать вот этой мережкой и это мережка недаром же туника гольф стрим называется она у нас идет еще по центру сюда тоже можно вставить этот жгутик и получится такая подчеркивающая полоса вот вдоль туники посмотрите вот как как красиво это будет смотреться на мой взгляд очень интересная и хорошая идея и такую же мережку можно вставить в наши так скажем мнимые швы которые соединяют перед и спинку в общем вот это все как бы кому не нравится можете не вставлять этот жгут просто будет мережка вот на рукаве присутствовать и по всему платью по швам вот по центру в общем вот такая задумка у меня значит еще хотела вам еще показать одну штучку сейчас красивую получила с алиэкспресс короче по длине рукав у меня получился вот на данном этапе здесь еще будет обвязочка где-то сантиметр 62 сантиметра я вам показываю вот эту штучку вот 62 посмотрите какую прелесть я выписала себе с алиэкспресс давно хотела такой сантиметр себе который очень удобный во первых он очень приятный гладенький такой аккуратненький легкий у меня был вот такой сантиметр он неудобный потому что его постоянно чтобы был порядок нужно скручивать то есть померила скрутить нужно положить в коробочку а вот это прелесть во первых она фиксирует длину то есть вот померили кнопочку отпустили и вы уже вот ваша длина зафиксирована вот 62 но 63 сантиметра наверное рукав я имею ввиду не рукав девочки неправильно сказала то есть вот это вот все расстояние от верхней точки плеча и до конца потому что рука вот начинается отсюда где-то в общем 63 сантиметра это вот это вот все расстояние от верхней точки рукава и до конца до от верхней точки плеча и и вот смотрите какая прелесть нажали хоп все просто копейки я не знаю то ли 60 рублей посмотрю сколько я за нее отдавала вот пришла правда долго шла наверно около месяца видите китайская вещичка с кнопочкой то есть нажали все свернулась в косметичку там у меня вот где все крючки лежат она много места не занимает в общем про это сантиметр и я уже благополучно забуду как будет лежать на всякий случай а вот эту штуку вам рекомендую всегда все в порядке на кнопочку нажали ничего не нужно сворачивать ну а сейчас давайте покажу как я набирала петли чтобы получилось все точно да девочки еще один момент поскольку у нас швы будут все соединяться мережкой но во всяком случае у меня если вы будете делать обычные швы это точность такая уж как в аптеке наверно вам не понадобится но я буду соединять вот этим красивым швом мережкой поэтому четко должно совпадать у вас вот здесь вот особенно вот здесь вот должны совпадать петли у меня вот здесь получилось 160 петель сбоку ну естественно но здесь они как получится потому что 7 рапортов вам вот вот здесь вот дадут точное количество петель это вот снизу рукава с области вот подмышки пошло да а вот здесь где вы будете добирать петли должно совпадать я уже говорила что я подарочки вот здесь вот в области рукава делала по три петли это есть в мастер-классе а в рукаве поскольку у меня рисунок то в другую сторону направлен видите направление здесь у нас вот так идет а здесь пошло в другую сторону вот здесь вот я добирала вот вы даже сейчас можете увидеть видите по 2 петельки вот раз-два раз-два под каждую арочку образу которая образовалась при вязании я добирала по 2 петли и в итоге у меня получилось всего 160 петель вот на этих 663 сантиметрах так это сказала сейчас давайте покажу все таки как я набирала петли для рукава еще про одну новшество не рассказала вот эти вот маркеры которые вот не защелки а вот такие очень хорошо ими соединять чтобы не сшивать не сшивать детали не наметывать то есть вот чтобы мне примерить тунику и не сшивать вот эти швы плечевые я вот воспользовалась вот этими маркерами чтобы примерить так сказать и так давайте сейчас покажу как я набирала петли для рукава во первых посмотрите что вы находитесь на лицевой стороне да ну то есть вот она мережка наша по боковому шву да вот смотрите как я делала короткую ниточку во первых крючок 175 первый ряд дальше так дальше я вязала рукав двоечкой но первый ряд набрала петли 175 то есть вот это у нас шов мы его не трогаем ищем первый наш столбик вот он прикрепляемся сюда ниточкой 23 петли подъема сейчас уберу чтобы фон был белый было более менее понятно вот сейчас у меня пошли это вот подрез на что мы же будем вывязывать одну сторону рукава и вторую сторону рукава две части потом будем соединять их вот этим красивым швом мережкой здесь идут у нас по подрезу столбики с одним накидом и над столбиками пока здесь работаем в линии подреза у нас здесь их 7 здесь все очень просто а дальше пошли наши столбики с одним накидом но мы по боковой части цепляемся и вот здесь так как мы с вами вязали мережку помните я говорила вам что столбик состоит и из дырочки вот такой да и самого столбика вот смотрите как я делала то есть я сначала цеплялась за столбик вот так накид потом искала вот эту дырочку в дырочку в дырочку цеплялась и таким образом шла по всему этому периметру до области рукава то есть один столбик цеплялась за столбик сам второй в дырочку в эту вот когда мы с вами вязали мережку я рассказывала об этих дырочка опять ищем за столбик прицепились теперь цепляемся вот за эту дырочку то есть у нас получается из столбика с одним накидом получается две боковые петли и таким образом у меня получилось 64 65 петель то есть 23 петли и оставила сбоку на без просто столбиками да а дальше два рапорта узора у меня пошли веерочков то есть в итоге вот здесь должно получиться 64 65 петель думаю что это понятно то есть дальше мы дойдем вот сюда кстати вот это вот нужно распустить забыла вам сказать сейчас вот даже я вот эту верхнюю часть о которой я говорила в начале видео сейчас мы с вами ее распустим я там когда первый рукав вязала я потом распускала но я как бы уже опытная мне понятно докуда мне нужно было связать вам я рекомендую вот этот три ряда обвязки которые планировались в плече в плече да это мы плечо вязали я думала что это будет у меня плечо но потом когда поняла что рукав будет вот так вот соединяться мережкой начиная с плеча и потом переходя на руках и чтобы вот здесь вот не было никаких соединительных столбиков я вот это все распущу распущу до того момента вот все вот вот до этого момента мы сейчас с вами будем должны вернее набрать наши петли а это уже потом пойдет у нас когда вы вяжется рукав мы вот эту общую линию вот она это линия то о чем я вам говорю вот видите это вот v-образный вырез пошел это вот начиная с плеча и потом эта линия перешла этот ну как бы область плеча и пошла уже на рукав поэтому вот здесь я это все распустила и добираем теперь наши столбики до вот этой точки потом разворачиваем вязание начинаем вязать наши веерочки два раппорта узора покажу шука у нас вот они а заканчиваем двадцати три двадцатью тремя столбиками с одним накидом и потом эта часть у нас пойдет на сужение вот таким образом мы свяжем второй рукав то есть сначала одну его часть потом перейдем и начнем вязать наше вязание вот из этой точке начнем набирать наши петли и в зеркальном отражение дойдем вот сюда потом пойдем вязать столбики 23 а потом пойдет наш вот этот узор веерочков и таким образом мы свяжем две части нашего рукава с одной стороны и две части рукава с другой стороны а потом соединим в двух местах мережкой то есть вот этим красивым швом туника вообще девочки обалденно просто обалденно и получается вот здесь вот дальше опять продолжится соединительная это наша мережка и вот здесь вот на рукавчике тоже соединиться мережкой и все будет гармонировать потом свяжу вот такой красивый шнурочек продену его вот здесь вот в рукав сделаем наверное аккуратненькие небольшие либо помпончики либо кисточки и обвязать останется на горловину и все туника в принципе будет готова а дальше жду ниточки от марии из магазина итальянской пряжи 100 в уит и по плану потом будем вязать топик жилет или маечку кому как нравится но вот мои хорошие найду ссылочку рекомендую вам купить такую вот штучку и под этим видео поделюсь вот этой красотой очень удобный ну вот наверное на этом буду заканчивать сегодняшнее видео думаю что сегодня начну вязать уже вторую рука возможно и свяжу его и потом уже покажу скорее всего готовую работу напишите мне нужен нужен ли вам мастер-класс как соединять вот эти части рукава но я думаю что не нужен потому что у нас же есть вот этот мастер-класс по этой мережке то есть она продолжится вот с этой части рукава и потом соединяй соединение вот здесь вот вот этих двух частей то есть вот так вот пойдет так или не так вот ну вот здесь будет обвязка такая же я ее еще здесь не где не сделал и вот так соединиться вверх рукава тоже этой мережкой по всей длине то есть и на рукав и на линию плеча ой все повторяю одно и тоже ну просто хочу чтобы вы поняли вот это вот все и это было понятно и легко для вас поэтому уже извините если несколько раз повторяю одно и тоже просто очень хочу чтобы вы связали эту очень красивую вещь и я думаю что это опять будет одна из любимых моих вещей да сейчас покажу вам а то вы иногда спрашиваете как я сушу вещи сушу вот так сначала она у меня сохла на махровых полотенцах сейчас она просто лежит на гладильной доске но она уже практически ну не скажу что сухое но уже такое хорошее еще чуть-чуть и она высохнет и сразу хочу сказать девочки это платье прошло уже не одну стирку ни одного катышка вот вам демонстрирую потому что я его 10 дней вот холодная москва в москве погода я 10 дней его таскала практически каждый день в поликлинику ни одного катышка 10 дней потаскать одно и тоже извините если нитки плохие это сразу видно на работе данную на вещи то есть нигде никаких катышков нет оно высыхает и принимает опять тот же самый вид в общем ниточка шелковый блеск здесь и итальянская ниточка бобинная морис сейчас ее по моему не выпускают но это так для тех кто интересуется вообще что с платьем говорю качественная и очень любимая ну вот мои хорошие солнышко поднимается пойду монтировать видео всех люблю обнимаю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока